День за днем мы встаем и идем на работу. Каждый из нас занят своим делом. Кто-то работает в государственном учреждении, кто-то стоит за прилавком магазина, кто-то работает в заводском цеху. Сотрудники дорожно-патрульной службы садятся за руль и целый день колесат по дорогам города. Кто-то скажет, работа не пыльная, хорошая. Знай себе, катайся, задерживай нарушителей и выписывай бумажки. На самом деле это не так. Сегодня мы проведем один день с сотрудниками ДПС и докажем, что эта работа не для слабонервных. Рабочий день инспектора ДПС начинается в 8 утра. Небольшой инструктаж, ориентировки по угонам и пропавшим без вести, выдача табельного оружия. После этого каждый экипаж получает карточку маршрута. Задачи поставлены, цель понятна. Капитан полиции Арсен Адамоков вместе со своим напарником Владимиром Павленко направляются к патрульным машинам. В их зоне ответственности дороги республиканской столицы. Улица Октябрьская от Ставропольской до Гутикулова. Начинается от Ставропольской, идет мимо Кавказской, мимо Балахонова, Петегорское шоссе и до Гутикулова. Перекресток Гутикулова-Октябрьская. Маршрут у автоинспекторов каждый раз разный. Все зависит от оперативной обстановки. Где-то произошло ДТП. В другом месте образовалась пробка. Необходимо контролировать движение транспорта. На Октябрьской по утрам всегда много машин. За последнее время здесь произошло несколько аварий. По статистике, пик ДТП приходится на утренние часы. Инспекторы следят, чтобы водители пропускали пешеходов и не перестраивались в неположенный ряд, затрудняя тем самым движение. Интересно, почему в экипаже всегда два человека? По плану единственной дислокации плюс два человека и во время усиления или иных мероприятий, где больше напряженки, уже три человека, то есть три сотрудника. Во-первых, это план единственной дислокации предусматривает два сотрудника усиления. Добавляется еще один сотрудник автоматчик, если проходит усиление по республике, либо по городу, либо по стране. В таком случае три сотрудника. А два сотрудника, как один водитель, второй выходит, скажем, при остановке транспортного средства. Один сотрудник выходит, проверяя документы, второй его контролирует, смотрит. Страхует? Страхует, да. А бывают ли опасные такие ситуации в вашей работе? Конечно. Невозможно предвидеть, кто находится за рулем. Возможно, человек может даже и вооружен быть, возможно, какая-то ориентировка по ориентировке. Все может быть. Экипаж перемещается на следующую точку. Инспектор ДПС Адамоков останавливает первого автовладельца для проверки документов. Представившись, полицейский просит владельца автомобиля открыть багажник для досмотра. Убедившись, что все в порядке, он желает ему счастливого пути. Все в порядке с документацией и у второго автовладельца, которого чуть позднее остановил инспектор. Добрый день. Здравствуйте. Инспектор ГИБДД Адамоков. Водительское удостоверение в связи с регистратором от нас. Багажник откройте, пожалуйста. Инспектор ГИБДД в работе придерживается правила. Прежде чем наказать нарушителя, необходимо понять причину, по которым человек совершил правонарушение. Водители ведут себя по-разному. Но инспектор ДПС всегда вежлив. Это лучшее оружие. В первую очередь нам надо разъяснить водителю его правонарушение. Да, составить административный материал за данное правонарушение. И объяснить, разъяснить, что следующее такое нарушение может закончиться далеко не просто постановлением или штрафом в 500 или 1000 рублей, а намного тяжелее. Потому что такая манера вождения может привести к данным транспорным происшествиям. Один очень адекватно общается с тобой, второй уже как-то пытается что-то, скажем, сумничать. Но тоже надо как-то человека убедить, чтобы он понял, что мы не просто так говорим этому человеку, что нам именно что-то не нравится. Мы же говорим по сути, что он нарушил, если мы сейчас говорим про область зараженного движения. Мы должны разговаривать так, чтобы человек это понял. И чтобы он предыдущего такого больше не повторил. По крайней мере, возможно, беседа устная, возможно, беседа на бумажном формате, скажем, протоколе. Со всеми по-разному. Как правило, люди старшего поколения относятся к автоинспекторам гораздо тружелюбнее, чем молодежь. В целом же, отмечают сотрудники ДПС, водители в республике вежливые и адекватные. Чаще всего они с пониманием относятся к тому, что остановили, разъяснили причину остановки. Более адекватно реагируют на то, что в отношении них составляется административный материал за то или иное правонарушение. И немало водителей, которые делают выводы и в будущем исправляются. Большей частью адекватно, да. Большей частью адекватно. Люди понимают, объясняют, за что человека остановил. Объясняют человеку, что нарушил такую-то, такую-то статью, такой-то, такой-то пункт правил. Если человек просит, он дополнительно, например, не расслышал должность, ты ему можешь еще повторить. В основном люди адекватно все воспринимают. Сегодня за рулем каждой второй машины сидит девушка. Женщина-водитель стала привычным рядовым явлением. Если пару десятилетий назад такой мощный инструмент, как женское обаяние, очень часто срабатывал, то сегодня этот номер не пройдет. Сев за руль, ты стал водителем. И пол тут не играет никакого значения, говорят инспектор ДПС. Как и все остальные, есть аккуратные, грамотные водители, есть начинающие водители, которые по-разному реагируют на то или иное происшествие на дороге, на тот или иной маневр, когда они поворачивают, разворачиваются, когда они уступают, когда им уступают. Женщины, да, это по-своему, как скажем, своеобразные водители. Да, и ДТП бывает, происходит женщина над женщиной. Все по-разному ведутся, все. Ну, тоже, скажу, в большей части все адекватно происходит, все нормально. Женщины, ну, свой взгляд, скажем, на жизнь за рулем. Ну, все равно адекватность проявляется в большей случае. Женщины, во-первых, изучают правила дорожного движения гораздо лучше. Я заходил даже в автошколу, я видел это, смотрел. Как они реагируют на ваши замечания? Как и любой другой водитель, я вам скажу. Нормально, в большей части нормально. На каждом пункте, согласно маршрутной карте, стоим 20-25 минут. И везде попадаются нарушители правил дорожного движения. Езда без включенного ближнего светофора, отсутствие прав, несоблюдение дорожных знаков. Чаще всего нарушают правила проезда перекрестков, проезд на запрещающий сигнал светофора. Ну, парень намного реже встречная полоса. И правила парковки, остановка, стоянка на проезжей части. Вот эти, в основном, четыре статьи. У Арсена Дамукова с такими льгочами разговор короткий. Составляется административный материал, транспортное средство помещается на спецстоянку. Если водитель лишен права управления, материал входит в мировой суд, вносит арест. То есть от одних до 10 суток. Составлять протоколы, задерживать нарушитель, лишь небольшая часть служебных обязанностей. Должностной инструкции, оперативное реагирование на дорожные обстановки в городе. Дежурная часть вызывает экипаж, который находится на Ленина. Дежурная часть вызывает экипаж, который находится на Ленина. Машина Киа перегородила дорогу. Принял. Рубин 41, Рубин 19. Нахмали. Как информацию приняли по Ворошилу опять? Нам Киа перегородила дорогу. Проедите, отработайте. Приняли. Весна, поехал, 41. Принял, спасибо. Прямо по курсу на дороге машина с включенными стоп-сигналами. Подъезжаем. Добрый день. Что случилось? Чем можем вам помочь? Машина заглохла. Сейчас. Сейчас загляд. Спасибо. Если заходите, можем обучить данную машину, подъезжающую автосервису. Нет, спасибо. Сейчас исправим. Все хорошо. Хорошо. Такие ситуации на дорогах не редкость, говорят инспекторы. Если водитель или пешеход попал в беду, доблестные стражи дорог в стороне уж точно не останутся. Они всегда готовы протянуть руку помощи. Жалуются. Есть такое. Кто-то что-то недоволен, привлекли, недовольный человек остается. Бывают и такие ситуации. И благодаря тоже были жизненные ситуации, которые мы людям помогали. Колеса люди меняли на машинах. Были такие ситуации, да. И бензин привозили людям. Антиприз. Реально, действительно, привозили. Люди довольны оставались. И довозили, и дотягивали. Кто-то поломался, трос достал. Человека до заправки, пожалуйста, затяните. Да не вопрос. Были ситуации. Был случай. Проезжающий экипаж ДПС остановился, вызвал эвакуатор. Спасибо им. Ну, потому что я стоял с аварийкой. Они сами подъехали, спасили. Ну, причину остановки объяснил. Вызвали. Дотянули до СКО. Очень часто помогают, конечно же. Ну, в основном это бывает за городом. Остаются в стороне. Сразу подъезжают, спрашивают, что случилось. В любой момент могут оттащить машину. Ну, очень хорошие сотрудники у нас в республике. Я горжусь с ним. 20 лет назад мы ехали в гости на Украину. В Ростов заехали поздней ночью. И заблудились. Спросить было не у кого. Карты не было. Навигаторов в то время тоже не было. На наше счастье нам попали сотрудники ДПС. Они проехали с нами несколько километров, вывелись на нужную дорогу и показали, куда ехать. Так что вот такая история. Плавно приближается полдень, а значит время обеда. Полноценно пообедать получается не всегда, особенно в ночное дежурство. Часто перекусывают на ходу. Как говорится, в сухомятку, признаются инспекторы. Успеваете ли вы пообедать, например, как все нормальные люди? Знаете, тоже зависит от ситуации. Все по-разному. Бывает мы покушаем, да, и время есть, этот час выделяется. Да, все по ситуации. Зависит от того, где мы находимся. Бывает быстренько забежал какую-то булочку, что-то с чаем, чай с булочкой съел. Бывает и в столовой, можно и в кафе. Ну, все по-разному. Бывает и без обеда остаешься. Слушай, раз на раз. Работа такая. Как бы он час этот есть, но все от ситуации на дороге. Бывает, ты целый день вообще не ешь. До вечера даже воды никогда бывает попит. Вот и на этот раз беседу прерывает тревожное сообщение по рации. В нескольких сотнях метров от нас произошло дезисплыв. Подъезжаем к месту происшествия. Инспекторы выясняют причины аварии, личность водителей, состояние автомобиля и другие детали. К счастью, машины повреждены не сильно. Однако, даже мелкая авария может создать пробку. Поэтому важно, как можно быстрее убрать машины с проезжей части. Сотрудники ГИБДД оперативно оформляют дорожно-транспортное происшествие. Участники аварии разъезжаются. По словам инспектора ДПС, основные причины происшествия – нарушение скоростного режима и правил обгона. Это касается не только водителей, но и пешеходов. Одни ездят, как хотят, другие дорогу переходят, где им заблагорассудятся. У нас большая проблема – это с пешеходным переходом. У нас на пешеходном переходе – это даже не у нас, это по всей стране. Даже, наверное, я смотрю постоянно новости, дорожные новости. Это везде. Большей частью нарушается на пешеходном переходе, не пропуская водителей. То есть водители зачастую не замечают. Телефоном пользуются, отвлеклись, сбивают пешеходов на пешеходном переходе. При повороте тоже невнимательно. У нас это огромная проблема, но мы с этой проблемой работаем. У нас каждый день проводится на пешеходном переходе. Мы стараемся приблизить, скажем, экипаж к наиболее опасному пешеходному переходу. И чтобы экипаж именно там работал. И проводили как профилактику, беседы, так же и привлечение к административной ответственности. По статье 12.18. Беседуем, работаем. Летнее время – горячий аппарат для сотрудников ДПС. В тёплые дни, особенно ночью, любят полихачить молодёжь. А ещё нетрезвые водители, которые чаще всего настроены весьма недружелюбно. Ну, не так часто, но встречаются. Я не скажу, что они в день 10 человек, но встречаются. Да сложнее намного, да. Даже, знаете, водители попадаются в нетрезвом состоянии. Ну, помимо водителей, ещё и пассажиры, которые выходят и начинают там какие-то права свои качать, умничать в нетрезвом состоянии. Да, ну, сложнее намного пытаются как-то успокоить, рассказать, объяснить людям, что как-то так нельзя, не стоит, что вы можете привлечены быть как к административной ответственности, вот до ареста. Любить или полихачить и проскочить по встречке, или по полосе общественного транспорта, хоть отбавляй. Согласно официальной статистике, только за первые полугодия в России произошло почти 40 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Самой распространённой причиной ДТП по вине водителей стало несоблюдение очерёдности проезда перекрёстков. Большей частью причиной является необдуманная спешка, невнимательность, и в основном, ну, как в основном, бывают и начинающие водители, у которых небольшой опыт управления транспортным средством. Опытные сотрудники говорят, в начале службы каждый ДТП воспринимается очень близко к сердцу, но с течением времени происходит привыкание, и человеческая трагедия уже не так трубует душу. Арсен Адамоков и Владимир Павленко в полиции более 20 лет, но так и не смогли привыкнуть к виду аварии. К трагедиям привыкнуть невозможно, говорят они. Приезжаешь на ДТП, и первый вопрос, пострадавший есть, вот это самый главный и самый, конечно, важный вопрос. Если пострадавших нету, пострадает только машина, да, это намного легче. Это, ну, оформили и поехали в страховую компанию. Но когда пострадавший, это уже намного тяжелее, намного неприятно. Конечно, испытываешь очень тяжелые эмоции, очень, как говорится, тяжело на душе. И когда уже дети, тогда да, тогда и в тройне, и в действиях тяжелее. Привыкнуть к этому можно? Нет, к этому никак не привыкнешь. Да, переносишь чуть-чуть легче, чем другие, которые это видят пореже. Но в любом случае, как бы это ни происходило, как бы ты ни относишься, к этому привыкнешь, чтобы и оставаться равнодушным, никак нельзя. Это было, не скажу год какой, направление. Когда дорогу строили на Джигуту, там Волга заехала под грейдер, прям под заднее стекло. Да, это было очень трагически. Подробности я уже не буду рассказывать, но было очень... Человек-водитель погиб, мужчина сидел за рулем. Сами представляете, что там было, если машина... Большая часть машины заехала под грейдер, очень тяжко было, конечно. Вот эти ситуации, вот по улице Шоссейной тогда тоже было, там 9 человек погибло. Там две машины было, Мерседес, не помню, вторая какая-то Жигули была. Они лоб в лоб, не справились с управлением, молодые, все погибли. Очень тяжело. Сегодняшние требования, предъявляемые конспектору ДПС, очень высоки. Он должен знать и уметь применять на практике главные нормативные документы, действующие в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, быть хорошим психологом, чтобы найти нужный тон разговора с нарушителем, понять его. Так что эта работа не для слабонервных. Тут надо обладать особым характером. Любой, наверное, не сможет, не у всех желание, наверное, есть. Но работать здесь очень сложно, как бы не казалось. Выехал, покрутил руль, поездил, да и все хорошо. Но нет, на самом деле это все сложно. Ты должен знать, как и кодекс административный, законы ты должен знать. Ты, прежде всего, должен быть психологом. Очень должен быть психологом. Ты должен каждому человеку найти свой подход. Железный характер, смекалка, логика, внимательность. Ну, соответственно, знание законов и нормально, претерно относиться к своему делу. Без этих качеств никак невозможно нормально работать сотрудником ГИБДД. Легкая эта работа? Нет, она на самом деле тяжелая. Общение с людьми, каждому надо подобрать, как говорится, ключик. Каждому надо суметь найти подход, чтобы объяснить или разъяснить тот или иной момент. И, соответственно, учитывать, что тяжелая обстановка, любые погодные условия, ты должен быть на посту, на маршруте. И, соответственно, работать, работать, еще раз работать. В день нашей съемки температура воздуха в тени составляла 30 градусов Цельсия. Экипажу, отслеживающему ситуацию на дороге, как минимум полсмены приходится работать на самом солнцепилке. Однако, отсиживаться в машине нельзя. Инспектор должен находиться на улице, какие бы ни были погодные условия. Погреться в патронной машине или спрятаться от палящего солнца можно только в последние 15 минут каждого рабочего часа. И даже в это время нужно следить за дорожной обстановкой. Постоянно следим машин, выхлопы. Но это не самая большая опасность, говорят инспекторы. Были и погони в течение моей работы. Да, и стреляли по колесам, стреляли для остановки транспортного средства. Много было ситуаций. Бывают водители, в том числе и находящиеся в состоянии опьянения, угрожают физической расправой или увольнением с работы. А между тем, именно сотрудники ДПС зачастую задерживают опасных преступников, находящихся в розыске. Так что работа в дорожно-патронной службе требует большой выдержки и не меньшей ответственности, чем у того же участкового или оперативника. Везде свои нюансы, везде свои минусы. Я думаю, раз я работаю, значит, я, наверное, должен был быть здесь. Каждый должен где-то работать, так же, как и я где-то должен работать. Оно дает мне познание той же жизни, которая происходит вокруг нас. Ты больше общаешься с людьми, ты больше узнаешь этого всего. Рутинные работы экипажа уж точно не назовешь. По 12 часов на ногах. Отдохнуть по-человечески инспекторам патрульно-постовой службы удается далеко не всегда. Это очень сложный вопрос. Нет. У меня практически нет времени. Очень-очень мало. Я ухожу рано, прихожу поздно. На рыбалку. Да нет, я люблю рыбу, конечно, ловить, но у меня нет времени. Я один раз, это весной ездил. За год. Каждый раз заступая на службу, Владимир Павленко и Арсен Адамоков не знают, какой маршрут они будут патрулировать сегодня. И что принесет им новый день? Разбор непростого ДТП или возможность помочь кому-то? Но каким бы эмоционально трудным ни был служебный день, они точно знают, для чего выходят патрулировать улицы города. Первое, конечно, и самое главное, это снизить количество дорожно-народственных происшествий, чтобы люди по дорогам могли ездить, могли переходить прежнюю часть, не боясь ни за себя, ни за своих близких. Это и есть самая главная и, пожалуй, единственная цель. Наша главная цель, как есть, чтобы меньше было ДТП, чтобы все живые остались. Вот выехали люди, поездили, скажем, по своим делам, чтобы они все вернули живые и здоровые. В данной ситуации должна быть именно только такая. Все должны быть живые и здоровые, как можно меньше нарушений. Друг другу уважение должны даже проявлять водители. У нас, я скажу сейчас, очень много такого. Друг другу много кто вступает в стол. Я сказал, ну, гораздо лучше стали ездить. Это должно быть. Работа мне, прежде всего, дает. Чем меньше ДТП, меньше аварий, мне это приятно. Это очень хорошо. Я считаю, что эта работа сделана на хорошо. Нету ДТП, нету аварий. Тем более пострадавших. Это вообще замечательно. Ты пришел спокойно, отработал смену. Ты домой не пришел, смена пришла спокойно. Это очень хорошо. А такое бывает? Бывает. Каждый день в любую погоду, в жару, в холод, в снег, в ветер, сотрудники дежурно-патрульной службы на боевом посту. Их служба длится 12 часов. Присутствие на дорогах сотрудника ДПС дисциплинирует водителей. Снижается скорость, убираются сотовые телефоны, пристегиваются ремни безопасности. На дорогах становится безопаснее. И это главная цель, ради которой каждый день экипаж ДПС выходит на дежурство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова